И, как обычно, я представлюсь, я Фред, я вижу много новых имен, ну как много штуки, три имени, ник, наверное, я насчитал. Я Фред, трейдер, управляю активами, торгую большей частью на рынке опционов, опционы на фьючерс, опционы на акции американские в основном. Собственно, это те же инструменты, те же рынки, просто уже через другой формат торговли. Уже много лет на рынке и все, что происходит на рынке каждый день, каждый час, мне интересно, я этим увлекаюсь, интересуюсь, занимаюсь и вот решил по вторникам делиться с вами. Что еще могу сказать? Вебинар организован Admiral Markets, вот риски, предупреждения о рисках, мы не можем это не делать. Собственно, вы знаете, что маржинальная торговля влечет за собой риски, большие риски, больше, чем торговля на обычном рынке, то есть без маржи, без аккредитования, без плеча. И Admiral Markets, офис в Таллине, офис в Лондоне, собственно говоря, это регулируемый брокер, на рынке уже много лет, у него лицензий сразу несколько штук, и вот самая серьезная лицензия это FSA, Великобритания, самая строгая лицензия, требующая очень многого от брокера для осуществления своих деятельностей. То есть это показатель надежности, и это не какие-то там мнимые офисы, это реальные представительства, регулятор просто не допустит, чтобы где-то что-то было ложью. Каждая запятая на сайте проверяется целым отделом compliance, так что... Ну и про Таллиннский уже смогу сказать, что я там часто бываю и подтверждаю, что это огромная компания. Ну и, наконец, адреса и телефоны, пишите людям, если у вас есть вопросы, а по вебинару лучше писать мне. Я сразу напишу, пока не забыл. Это мой Skype. Собственно, для чего Skype, пишите, если по рынку какие-то вопросы вне дней вебинаров, а до чего вопрос не поступил. Да, хорошо, от Алекса вопрос. Если успею, я разберу. Алекс, не обижайтесь, у нас сегодня много всего для обсуждения. Возможно, мы даже в какой-нибудь четверг, если тема связана с этим, обсудим более расширенно. Но я попытаюсь в двух словах сказать, как взаимодействует клиринговая компания и билда. Собственно, для чего еще нужен Skype? У нас также есть группа для трейдеров. Пока она, собственно, не задействована настолько хорошо, чтобы это называть активной группой. Но вот сегодня мы обсуждали, например, с Виталием, одним из наших слушателей, опционы. Вы знаете, Netflix очень сильно вырос за эти два-три часа на открытии рынка. И он заработал на коллах, на колл-опционах. У него были куплены опционы и вверх, и вниз. И колл ему принес, если вы, конечно, не против, я разглашаю цифры, 1900 долларов. И Пут отнял 500. В итоге он 1400 в прибыли чистый за какие-то там два дня. И вот в этой группе мы обсуждаем абсолютно все рынки, и Форекс, и любые движения. Кто-то спрашивает про новостные порталы, кто-то спрашивает, собственно, про рынок, какие-то движения, ЕЦБ. Так что добавляйтесь ко мне в Skype и напишите, что вы хотите попасть в эту группу. Я вас подключу. Там всего 20 человек. А вот тут Сиесхан Салимбаев пытается попасть в чат, звонить, но этого не нужно делать. Собственно, вебинар односторонний. Я говорю, и все слушают, вы можете только писать текст. Я говорю для Сиесхана Салимбаева, наверное, он первый раз на вебинаре. И просто, скорее всего, не ту кнопку нажимает, потому что мне пишут, что он хочет выйти в эфир. Я не могу позволить в эфир, потому что тут формат другой, никто не выходит в эфир, кроме меня. Так что вы уже, если вы меня слышите, то вы уже, так сказать, на вебинаре, вы уже слушаете вебинар и можете писать вот здесь вопросы. Но лучше не нажимать эту кнопку, лучше не пытаться зайти на вебинар вживую. Хорошо, идем дальше. Давайте переключимся сразу в MetaTrader. Посмотрим, что у нас было на этой неделе. Чтобы это сделать, я включу десктоп. Плагин я уже установил. Открываем и запускаем. Должно быть видно. Ну, давайте начнем с Теслы. Так получилось, что на экране сразу появилась Тесла. Тут все просто. Мы оттолкнулись от 100-дневного мувинга простого, по-моему, да, если не ошибаюсь, это Simple. Да, это Simple. Я долгосрочные длинные мувинги всегда делаю Simple. Простой мувинг, то есть расчет берется 100 дней и вот средняя цена за 100 дней где-то вот здесь находится, 310. Мы оттолкнулись, небольшая попытка была уйти вниз. У меня как раз путы проданы, 225-е были, они уже в хорошем плюсе. Я сейчас на другом компьютере посмотрю, они в плюсе. Именно путы 225-е. Я их продавал по среднему 6.25, 6.50. Сейчас они стоят 4.236 долларов уже по ним накапало. Что можно дальше сказать? Цена пытается войти в какой-то, вот в этот канал, не в какой-то, а в этот канал. Думаю, много будет сопротивления наверху. Начиная с того, что действительно есть канал, который с первого раза не пробили. Может, со второго попытаемся зайти. Дальше есть 50-дневный мувинг, который также может оказывать сопротивление. Ну и, наконец, зайдя в канал, мы будем, наверное, колебаться в нем и до верхней границы канала не так быстро уйдем. У меня еще проданы 400-е колы. То есть я торгую, ставлю на то, что выше 400-е мы не уйдем. Ноябрьские они. И захеджировано 350-е. Все, что выше 350-е, мое и не выше 400-е. Но себестоимость получается, точка безубыточности получается 415-20-25. Я точно не смотрел. Это нужно забивать специальную систему. Ну вот на опционах немножечко проще. Не надо угадывать, куда пойдет. Просто я отслеживаю диапазон, строю определенные конструкции в нужное время, на нужную волатильность. И жду, пока цена закроется к экспирации в какой-то точке. То ли это будет идеальная точка, то ли будет просто точка, приносящая мне прибыль. А может даже будем уходить в минус. Но тогда можно регулировать, откупать что-то и закрывать. И вот по Netflix я сегодня тоже делал сделки. Продавал 225-е колы. Но это уже другая история. Так что хочу сказать, наверху очень много уровней сопротивления. И внизу нас держит 100-дневный мувинг. Если его пробьем, наверное, еще немного прокатимся. Но посмотрим, что будет. Мне вообще кажется, что Tesla будет колебаться в небольшом диапазоне. Все, что произошло, уже произошло. Но сильно падать я бы, наверное, не стал. Хотя Илон Маск говорит, что бумага переоценена. Рынок не особо реагирует на это. Вот сегодня даже рост был. Показатели у Tesla пока ни о чем. Потому что проект свежий для автомобилистроения. Это не очень большой срок. Тем более, одна из моделей, которая бюджетная, поступила на рынок совсем недавно. В пятницу. В прошлую или позаправлую пятницу поступила на рынок. Что тут можно сказать? Хорошая бумага. Я бы ее брал от 200 и выше с удовольствием. Но вот наверху, не знаю, 400 это для меня уже пузырь. А 200 это хорошая цифра. И мы где-то в середине. Вот я мыслю как опционщик. Уже за много лет у меня атрофировалось чувство понимания, куда мы идем. У меня появилось чувство понимания, куда мы не пойдем, скорее всего, с такой вероятностью не числовой. Вот это уже мышление опционщика. Так, в Apple ничего интересного не было. S&P нам показал новый максимум вчера. И в пятницу был новый максимум. Вот сегодня коррекция. Типичные для понедельника, вторника такие движения. Сильно расти рынок не может. Но мы все же находимся в хорошем, вполне предсказуемом, что ли сказать, диапазоне. Вот так даже. Иногда пережал рынок, очень сильно рос. Потом снова заходил в канал. Видите, все очень правдоподобно, что мы так и будем двигаться. Ну, при малейшем же развороте, наверное, назовем это коррекцией и посмотрим, что будет происходить. А если 2400 проблем, мне кажется, это вообще важнейший уровень, после которого прокатимся на 2300. Ну, я уже об этом говорил. Пока делать нечего. Покупать поздно, продавать опасно. Так что будем следить за уровнями. Пока что они отыгрываются очень хорошо, очень аккуратно. И верхняя часть диагонали вот этого диагонального тренда. И нижняя часть никаких претензий к движению нет. Да, нефть мой любимый инструмент. На нефти обычно у меня очень много разных сделок. Но сейчас так сильно сузился диапазон движения, что даже не знаю, что происходит. С одной стороны, запасы сильно снижаются в последние буквально две недели. Более широкий диапазон, если взять временной, там и рост, и снижение запасов. Очень смешанная динамика. Количество буровых растет без остановки. Только на две буровые, на две вышки было снижение позапрошлой неделе показало. А дальше снова в рост. Две буровые, пять буровых. В любом случае, растем. Что можно сказать? С одной стороны, давит, конечно же, сезон. Лето очень сильное потребление всегда происходит. С другой стороны, буровые и Нигерия-Ливия добыли столько, что то, что ОПЕК сократил, немножечко нивелировалось. ОПЕК сократил серьезно. Он уже никак раньше не дисциплинированно, не доходит до уровней определенных. Он уже, наоборот, с перевыполнением плана сократил эту квоту. А вот Ливия и Нигерия взяли, добавили. На них квоты не распространялись. Так что вот почему мы видим цену там, где видим. Честно говоря, мне сказать нечего. Даже как опционщику сказать нечего. Я уже не говорю про направленную торговлю, про торговлю, где нужно покупать. Вот видно, что мы линии какой-то коснулись, уткнулись. После пробоя, может, немного можно пройтись. Совсем уж краткосрочно, если вы хотите торговать, то, наверное, доллар вам рынок может дать с уходом на 45 с копейками, если вот здесь сейчас прорвем и уйдем вниз. Жаль, что уже рынок через 2-3 часа закроется, и уже будет такой слабый, чоппий рынок. Без объемов. Вот если бы это произошло, это пробитие произошло на открытии Америки, наверное, было бы более важно. Но, в общем-то, ничего интересного нет. А вот Microsoft. Еще одна бумага, которая очень хорошо двигается. Обратите внимание, график прям как будто нарисован художником, архитектором, проектором. И цена прям видит, видит этот диапазон, очень даже неплохо видит. Но, опять же, можно сделать сел, ожидая коррекции на всех рынках и на Microsoft, поставив небольшой стоп-лосс. Совсем небольшой. Я даже удивлен, что такой стоп-лосс очень короткий. Вот если взять верхнюю точку, 73.19, да, наверное, 73.50, вот. А сейчас 72.86. Каких-то там 80 центов. Доллар можно поставить стоп-лосс и посмотреть, что будет. На самом деле, рынок действительно сильно вырос от последнего. От сколько? 67.72. 5 долларов это уже 7% получается. 7,5%. Так, фунт, как и говорили мы, инфляция хорошенько, сильно повлияла на рост фунта. Фунт, даже несмотря на всякие разногласия, парламент, выборы и так далее, вот ГЭП, помните, с выбором был связан. Несмотря на все это, фунт вырос и находится на каких-то локальных максимумах с 2016 года. Он так дорого не стоил фунт. И что можно сказать, инфляция сегодня подвела. Если вы знаете, сегодня выходили данные по инфляции Великобритании, ждали 2,9, оказалось 2,6. Готовился к фунту к новому хаю, к новому максимуму, даже показал сегодня новый максимум, но вот слабая инфляция заставила развернуться немного вниз. Было бы 2,8, 2,9, а то и 3, то фунт ушел бы на новые максимумы. А, собственно, Банк Англии готов к такому развороту событий. Уже в своем пресс-релизе несколько месяцев назад он предупреждал, что 2,7, 2,8 вполне мы можем увидеть. И мы увидели эти уровни. Так что сильно повышать ставку прямо на следующем заседании навряд ли Банк Англии решится. Но все-таки истребильное настроение. Так, ну это Боинг, 208 долларов очень сильно вырос, практически удвоился за какие-то полгода акции Боинг удвоились. Вот по Диснею я слежу, какая-то хорошая коррекция назрела. Не знаю даже, стоит ли рассматривать этот уровень для покупки. Я специально сильно сжал график, чтобы на шум не отвлекаться и видеть уже более четкую картину. Пока осцилляторы у нас, RSI показывает рост, давно уже показывает. Где-то здесь он начал говорить покупай, мы еще немного продвинулись. В двух словах, давайте глянем, что вообще за компания Дисней, чем хороша ее отчетность. Буквально в двух словах в мультипликаторах я быстро переключу на Finviz. И покажу вам, что происходит в Диснею. Итак, P-Ratio 18, не очень-то и мало, но средняя цифра. Кстати, напомните, я сейчас закончу с Дисней и перейдем к P-Ratio по всему рынку. У S&P индекса, буквально недавно я узнал, какой P-E, Bloomberg опубликовал прогнозы новые, какие ждут от сезона отчетности, аналитики, показатели, что ждут от него вообще. И выяснилось, что по S&P ждут аналитики. Буквально сейчас закончим с Walt Disney. 162 миллиарда компаний, небольшие дивиденды, долгов особо нет, маржа, ну такая средняя, все черное. То есть компания такая средняя-средняя, ничего из себя не представляет. Такой особой недооцененности я здесь не вижу. В общем-то, если весь рынок будет расти, она будет расти. Тем более у нее бета 1.40, она даже более шальная, чем весь рынок. Давайте у Уикли посмотрим, что с Уикли происходит. Ну да, достаточно такая ходит в очень широком диапазоне 120 и 90 за какие-то там несколько недель. Это целая четверть. Похожа на коррекцию. Интересно, это сколько процентов, если взять весь рост и посчитать. Давайте посмотрим Fibonacci. Отмерим просто Fibonacci. Retracement. Нет, секунду. Сначала я сделаю Уикли. Так лучше видно. И посмотрим, насколько коррекция на данный момент. Я думаю, нет, даже мы не это будем брать. Все правильно. Давайте возьмем Daily и посмотрим последний рост. Вот этот вот рост, который прямо у нас на глазах был совсем недавно. Да, мы сделали 50% практически, даже чуть ниже ушли. Для быков хороший момент. И не упали под, ну не сильно упали под вот этот вот флаг, да. Похоже, что это флаг. Можно поставить стоп-лосс. Где это будет? Вот, я думаю, что примерно давайте 105, ну чуть ниже 100, наверное. Да, я думаю, 100 хороший уровень. Чуть ниже можно поставить стоп-лосс. Вот здесь видно low 102, даже 100 это отличный уровень. Поставить стоп-лосс и покупать с риском 5 долларов. В надежде, что мы как и индекс S&P уйдем на новый максимум. Почему бы не уйти, почему бы Disney быть хуже, чем все остальные компании, входящие в S&P. Сисхан Салимбаев, вы спросите в чате. Я прошу всех участников, новому слушателю подсказать, что нужно сделать, чтобы было видно. Потому что вот у всех вроде видно, а он написал, что не видно. Или может быть вот действительно не было видно, вот сейчас видно, да, может быть не было действительно видно, просто никто не написал, только один слушатель. Я еще раз покажу, вот я отмерил последний рост, 50% мы уже сделали. Отлично, надеюсь, вы со второго раза увидели, да, я включил уже. Я уже во второй раз включил. Вот сейчас виден график. Если видно, напишите тоже, да, остальным участникам тоже попросил бы их написать, если видно. Владимир пишет, что видно. Все, отлично, всем видно. Сисхану тоже видно, отлично. Окей, идем дальше. Да, что касается S&P. В двух словах, что ждут рынки от S&P. Я тогда такой вопрос маленький сделал. Как вы думаете, какой P-E ratio, то есть соотношение прибыли, цены акции к прибыли по S&P сейчас? Вот, как вы понимаете, это можно узнать только после отчетности всех компаний, входящих в S&P. Вот в прошлый раз они отчитались, сейчас пока сезон отчетности не закончился. Вот в прошлый раз, или после последних данных, к текущему моменту, какой средний уровень оценки по S&P в среднем? То есть не какой-то одной компании, а вот в целом. У кого какие идеи? Если разделить среднюю стоимость всех акций, входящих в S&P, на прибыль на одну акцию в среднем всех компаний, то сколько мы получим? Максим пишет 50, то есть стоимость... Ну, Алекс пишет, что не в теме. Неужели, Алекс, вы не знаете, что такое P-E ratio? Вот такой вот показатель. Это же самый важный показатель вообще на рынке акций. Это вообще оценка любой компании, любого бизнеса, я бы сказал. Вот вы покупаете киоск в Москве, думаете, интересно, вот за него просят 100 тысяч сейчас денег, а в год он приносит чистыми 10 тысяч. Это много или мало, платить 100 тысяч за объект, который чистыми в год приносит 10 тысяч. Или, может быть, за него 50 надо заплатить. Вот соотношение цены компании к ее чистой прибыли, это и есть самый главный оценочный. Ну вот, хорошо, что вы ходите на вебинары, мы сможем этот пробел поднять, так что все нормально, не беспокойтесь. Еще две цифры поступили. Максим пишет 15, то есть соотношение в среднем американских компаний, их цены на прибыль 15, Михаил пишет 10. Ну, 10 было бы, это вообще бы хорошо было, я бы бросился покупать все акции. 10 это очень мало, давно такого не было, чтобы было 10. Ну, еще пару версий сбросьте, и неужели никто не слыхал? Я вот об этом пишу постоянно статьи, ну, правда, в разных источниках. Россия, наверное, не читают эти источники, в основном в Эстонии. Ну, Владимир, нормальный период окупаемости 5 лет, я бы не сказал, что это нормальный период. Это очень хороший период окупаемости. Если какой-то бизнес окупается за 5 лет, ну, конечно, не какой-то рисковый, не какой-то там непонятный, или где отрасль сама такая, да, ну, соответственно, из-за рисков или еще чего-то, или ликвидность плохая. А вот нормальная компания, входящая в S&P, где одна акция стоит 100 долларов, а получается в год она зарабатывает 20 долларов чистыми на акцию. Не дивидендов, нет, это разные вещи. Ну, не важно. Вот Дмитрий написал самую близкую цифру 20, ну, примерно 20 с половиной, так и есть. Соотношение S&P цены, то есть в среднем, если все компании взять, то прибыль по всем компаниям была последовательно 120. А S&P стоит 2400. Делим и получаем вот как раз эту цифру. Сейчас аналитики ожидают 130, причем Бломберг пишет, что это самый большой разрыв с 2011 года, когда компании ждут, так скажем, большего, мне ли было вот в прошлый раз, да, когда расходится предыдущая цифра и текущая на целых 10 долларов. Так что рекорд. Давно такого не было, чтобы аналитики ожидали вот такого. Максим, до 100, может быть, когда-то доходило, там, в 1929, там, в Великую Депрессию, но вот в восьмом году было 40 в моменте, и то это, по-моему, был один из индексов. Нет, 26 было в восьмом, в девяностых, точнее, в конце девяностых, когда был бум.комов, доходило до 40. Ну вот 100 может быть только в Великую Депрессию. Окей. То есть, когда эта цифра высокая, особенно для Алекса, разъясню, что это за индикатор, когда эта цифра высокая, означает, что компании стоят слишком дорого по отношению к чистой прибыли, которую они приносят. Вот тот же киоск, который вы хотели купить, стоил 100 тысяч, приносил 10. И вдруг цены так выросли, пузырь, все бизнесы стоят дорого. Этот киоск уже продают за 200. И вы понимаете, что как-то дороговато. 10 тысяч, 20 лет его надо окупать. 200 отдаешь, 10 получаешь в год. Да, это чистая прибыль. Абсолютно чистая прибыль после вычета всего-всего-всего. А деленная, ну точнее наоборот, рыночная стоимость акции, деленная на чистую прибыль. Получается вот это соотношение. Это самый важный показатель, valuation, называют оценки компаний. Так вот, впервые за 6 лет аналитики ждут очень больших цифр. И посмотрим, что будет. Сейчас S&P котируется, как я говорил, в 20 с копейками. Это не то, чтобы много, но уже и немало. Но нельзя сказать, что прям пузырь, пузырь, пузырь. Ну и что касается того, что мы увидим, будет ли 130 или нет, мы это узнаем где-то в сентябре, когда все компании отчитаются, входящие в S&P, и какие-то рейтинговые агентства, Bloomberg опубликуют уже свежую цифру того, что получилось по прибыли всех компаний. И соотношение мы можем даже сами посчитать. Ладно, идем дальше. Включаю снова MetaTrader. А, он и был включен. Отличный. MetaTrader. По газу ничего интересного нет. Я не думаю, что кто-то здесь газом торгует. Я тоже давно не продаю опционы на газ. Они были в последний раз 2,5 куты и стекли. И золото опять же рвется снова в канал. Тут хорошая такая фигура была. Как вы помните, на Уикли мы не пробили вот эту линию. Но тут она немножко гриво получилась. На Уикли лучше видно. Упали. Никакой корреляции в последнее время нет. Да и я уже не торгую. И залоги там высокие стали. И премии не дают. То есть интриги на рынке золота нет, чтобы продавать какие-то опционы, колы или путы. Ну, все очень тухло. Вот, кстати, хорошая бумага. Мы ее анализировали, но давно не смотрим на нее. Но это компания, если сокращенно, я не знаю, как. Вот Индустрия Десена Текстиль. И Детекс. Испанская компания, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Zara Home. Ну, еще несколько магазинов уже менее известных. Массимо Дюци также. Наверное, все видели в любом торговом центре, в любой стране есть эти магазины. Как-то мы даже вебинар делали. Если кому интересно, в YouTube может поискать. На канале Unreal Markets есть вебинар по этой компании, по ее показателям. Очень даже неплохие были данные. И вот бумага корректируется достаточно сильно. Мне кажется, уровень 30 вообще был бы подарком. Я бы брал. Хоть мне и не нравится продукция этой компании, но по части качество не очень нравится. Ну, а с другой стороны, если рынок клюет рынку, приемлемо все это. С рентабельностью. Там у них, по-моему, рентабельность 11 или 12% с каждой шмотки они берут. А это уже немало. У GES вообще там 1%. У всех лакшери-производителей, начиная от Luxotica, который всякие компании принадлежат, тоже лакшери всякие Ральф Лаурен, что еще там есть. Майкл Корс только разве что лучше. Лучшую рентабельность имеет. Но Майкл Корс вопрос такой, так сказать, вопрос моды, вопрос времени, больше подвержен, как мне кажется, субъективно, веяниям. А Азара какой-то такой стандарт. Нишу свою нашла, идет на расширение. У них в прошлом году увеличили количество площадей, магазинов очень сильно, постоянно растут. Даже если грянет кризис, мы смотрели 9-й год, цифры по Заре. Я называю Зара, потому что чуть ли не 60% бизнеса это Зара. Сейчас я на вопросы отвечу. Так что мне кажется, очень даже интересный компакт. К сожалению, на опционах особой ликвидности нет. Я через другого брокера смотрел, который на европейском рынке представляет возможность торговать. Ликвидность очень-очень низкая. А вот напрямую зайти даже очень было бы неплохо. Посмотрите, уровень 33.46. Надеюсь, видно. 33.46, 33.50. Рынок его видит. Это daily. А теперь давайте weekly поставим. Ну да, хотелось бы, конечно, еще немного, чтобы упали бумаги. Давайте тогда вот так вот посмотрим тренды, разрисуем тренды, lines. Я люблю это очень делать. Лучший анализ с точки зрения вот так, наверное. Потом можно еще ускорение тренда было уже вот отсюда. Ой, я не кто взял. Ускорение тренда было сейчас. Нет, что он делает? А, вот. тренд усилился и пошел еще, еще выше. Что происходит? Почему график соскальзывает почему-то? Давайте еще раз. Наверное, вот так. Да, и немножко увеличим. А, да. Вот как раз ION32. Если пробьем вниз. Ну, что бы я делал, покупал бы уже здесь. Бумага все-таки хорошая. Тем более, Европа восстанавливается. Две трети бизнеса это Европа. Бизнеса Netflix. Сегодня все время Netflix, Netflix, потому что отчетность была Inditex, там, и Zara, и все остальное. Уже немного прикупил бы сейчас. Дальше откупал бы еще докупал, точнее, еще уже на 32, и с расчетом куда-то на 40. Потому что P-Ratio у компании очень даже неплохой. Я бы брал долгосрочно. Максим спрашивает, насколько цены на акции на нефть и компании коррелируют с ценами на есть перерабатывающие компании, тоже не сильно коррелируют, потому что удешевление цен на нефть, наоборот, им выгодно, они могут дешевле сырье покупать. То есть, там целый спектр компаний, нужно смотреть, какая именно компания, и вообще, часть компаний вертикально интегрированные, ну, как, например, Лукоил, у них есть и добыча, и переработка, и заправки, поэтому вот они берут маржу свою с каждого цикла, начиная от просто добычи сырой нефти и продажи сырой нефти, заканчивая производством там масел каких-нибудь, или просто продажи бензина на АЗС. Ну, вообще, конечно, коррелируют, но есть те, которые просто очень глобальны, как географически, так и по продуктам. Окей, вернемся в метатрейдер. Да, вот я хотел вам в двух словах сказать, что Inditex в хорошей какой-то точке, никогда, вот у меня принцип никогда я не захожу всем сайзом, то есть, если мне компания интересна, куплю 100 штук, немного упадет еще 100, если у меня сайз 300, приемлемый, ну и в третий раз зайду, когда очень сильно упадет. Не путайте с усреднением, отличие от усреднения в том, что тот, кто усредняет, сразу заходит сайзом 300, а потом еще добавляется выше вне параметра своего риск-менеджмента. Я же говорю о том, что нужно всего лишь зайти третью объема, а там посмотреть, что будет. Пойдет вверх, ну хоть зашли третью, неплохо, третью объема, третьей частью, уйдет вниз, докупите дальше, ну и в итоге вы усредните, допустим, по 33 купили, по 32 и по 31 и получил среднее 32. Ну и дальше стопы точно так же можно ставить, выходить частично. Идет против вас 100 штук, закрыли, вышли, еще 100, закрыли. Итак, таким образом, психологический момент тут очень важен, вы решаете вопрос угадывания, вы не ставите целью угадать в нужной точке, зайти, вы же не знаете, какая будет нужная точка, поэтому вы заходите в трех точках и авось какая-нибудь критиша, оказывается. Алекс пишет, евро как валюта в Европу, куда сейчас выгодно вложить в акции, которые падают в облигации? Ну, такие глобальные вопросы задаете, Алекс, честно говоря, еще и Европа, что могу сказать, облигации, ставки в Европе практически отрицательные, ничего интересного нет, да и, я не знаю, ни одного розничного трейдера, который покупает облигации, государственные облигации в еврозоне. Что еще было вложить в акции, которые падают? Ну, я бы не сказал, что в акции прям падают европейские сильно, ну да, на индексах была коррекция, например, если взять КЭК-40, вот-вот она коррекция, очень даже похоже, кстати, на нашу ЗАРу, но это общий европейский рынок, поэтому, поэтому все коррелирует вот так, ну, июль 16-го, годичной давности, КЭК-40, 3900, ну, 4000 даже возьмем, сейчас 5200 почти, 5180, да, как бы, не сказал бы, что сильно падают. Более того, вот, кстати, послезавтра будет ЕЦБ, очень важно, а, БМВ давайте еще посмотрим, да, я смотрел на эту бумагу, вот она следующая, тут такой флет, последнее время, два раза выстрелило и остановилось. Опять же, стоплос хороший, очень близкий, можно ее собирать, я смотрел по ней данные, по Даймлеру смотрел данные, кстати, знаете, по Даймлеру был скандал, давайте посмотрим, как отразился этот скандал на акциях, если вы помните, буквально недели, нет, несколько дней назад, Даймлер точно так же обвинили в подделке, да, результатов, сейчас найду Даймлер, да, и должен быть, да, где-то здесь, вот, вот, вот уже BMW, да, и вот Даймлер, откроем чарт, сделаем weekly сразу, уберем решетку, и, сейчас, не люблю эти, вот, линеечки, которые мешают на экране, но и без них никак, потому что вот эта кнопка мне нужна, чтобы подвинуть, это weekly, да, у нас, да, это weekly, практически никак, вообще никак, неделя, может быть, да, была в минус, но, не сильно, может быть, вот этот день был, нет, нет, это совсем недавно было, совсем недавно, это же weekly, так что никак не повлиял скандал на акции Даймлер, сегодня вот была информация, по-моему, 3 миллиона автомобилей отзывает, только что, я прочитал, Даймлер, тут какой-то есть уровень, может быть, его можем пробить, данные по ним, ну, такие средние, там P-Ratio, где-то в районе тоже 11, так же, как и на BMW, они очень похожи по рентабельности, по всем остальным параметрам, но вообще, если очень долгосрочно говорить, эту сферу ждут большие изменения, они связаны, конечно же, с недвением электромобилей, даже скажу больше, вот совсем глобально, если говорить, не касательно трейдинга, не касательно покупки CFD на акции, на акции самих даже, есть такая версия, что, такая идея, что в ближайшие несколько лет изменится индустрия не столько из-за электромобилей, сколько из-за того, что будут внедрены такие проекты, как вот что-то вроде Uber, но не сам Uber, Uber это пассажира, извоз, это такси, да, собственно, а многие компании уже работают над тем, чтобы автомобили были самоуправляемыми, то есть на автопилоте ездить, без участия водителя, и возможно уже в каком-то ближайшем будущем, ну, допустим, 5 лет или больше, владеть автомобилем будет невыгодно, неинтересно, вот как Uber нажал кнопку, подъехал автомобиль без водителя, сел, попользовался, выехал там, где тебе нужно. Кажется фантастикой, но я вот огромное исследование на эту тему читал, очень многие компании этим занимаются, они вкладывают огромные деньги, чтобы быть первыми в этой индустрии, и приводились цифры, сколько американцы тратят на автомобиль, на его содержание, на страховку, на все-все-все, в семье иногда два, в среднем там два автомобиля, и если всю эту сумму посчитать, то триллионы долларов, рынок триллионов долларов, то есть, американцы, допустим, американцы отказываются от всего этого, от удержания автомобиля, как актива у себя на балансе, так назовем, от пользования им, в пользу вот таких вот беспилотников, которые принадлежат не им лично, но в любое время их можно вызвать так же, как и такси, они подъедут, сядешь и едешь куда надо, не плачешь страховок, и вообще не нужны страховки, потому что, вы знаете, гугломобиль объехал 13 миллионов километров, ну, это информация даже годичной давности, и всего одна была, один ДТП было за все это время, 13 миллионов километров и один ДТП, и то виновата была не машина, в нее автобус врезался, нет, я не скажу, как подешевеют на Украине автомобили, все-таки, да, это первый этап, это какой-то пилотный проект, где-нибудь в Калифорнии, там, в 2021 году, когда в каком-то районе ездят, вот сейчас в Таллинн привезли автобусы, которые беспилотные, был проект в Таллине, чтобы с аэропорта до города ездили беспилотные автобусы, никто, правда, тендер не выиграл, а я не знаю, даже чем это закончилось, но я читал новость, что уже привезли эти автобусы, хотя странно, если никто не выиграл тендер, они уже привезли, вот, какие-то будут пилотные проекты, а потом уже, возможно, рынок созреет для того, чтобы отказаться от всего этого, то есть, я к тому, что страховки будут, перестанут быть нужными сами по себе, если нет аварий, зачем нужно страховать, если там вероятность ДТП очень-очень низкая, так что, эту индустрию, какие-то ближайшие несколько лет, ждут сильные изменения, например, про Uber, мы тоже 5 лет даже не могли представить себе, что можно в приложении нажать кнопку, и водитель, который мимо проезжал, нас может подвезти, не такси, а именно, нет, Максим, я говорю про то, что в Таллине проект доставки пассажиров с аэропорта до города, не электроавтобусы, а вообще беспилотные автобусы, может быть, вам сложно это, давайте я найду ссылку, окей, я думаю, вы спрашиваете, что скорее всего электроавтобусы, я ошибся, нет, они беспилотные, наверное, электроавтобусы, если они беспилотные, скорее всего, там не будет бензиновых двигателей, потому что, все-таки, бензином им управлять сложнее, ну, в том смысле, что там много разных компонентов, а тут электромобиль, все электроника, сам управляет, датчики и так далее, и не будет глохнуть, окей, я к тому, что вот, еще раз повторюсь, очень сильные изменения ждут, всего лишь 5 лет нас отделяет от каких-то там фантастических представлений, того, как мимо человек проезжал на машине, увидел, что его вызвали, подъехал к нашему дому, взял и подвез дальше, да, то есть, C2C называется, consumer to consumer, нет никаких такси, нет никаких компаний, не едет водитель из точки С в точку А, чтобы забрать пассажира в точку Б, а просто мимо, из точки А в ту же точку Б едет сильный поток, большой поток автомобилей, и часть из них за какую-то плату подвозит пассажира, win-win, даже win-win-win, так можно сказать, три стороны все выиграли, выиграл пассажир, выиграл автолюбитель, или автовладелец, и выиграла компания, которая все это организовала, да, 20 центов положила в карман, на миллионах автомобилей, это 200 тысяч, так, хорошо, идем дальше, давайте про календарь немного, я расскажу, что у нас в календаре на ближайшую неделю, а есть достаточно важные, кстати, кто не знает, Адмирал уже криптовалюту, мы уже об этом говорили в прошлый раз, вы можете биткоином, сейчас я перечу экран, вы можете торговать биткоином, где же этот сайт, секунду верну обратно, биткоин, эфир, лайткоин, рипл, пока по-моему, buy only, то есть long only, покупать только можно, но подозреваю, что в ближайшем будущем будет и sell, они уже есть, вот я в терминале видел, в прошлый раз тоже об этом говорили, а я открою календарь, у нас неделя будет важной, хотя бы из-за ЕЦБ, из-за заседания ЕЦБ, секунду, почему он завис, я сейчас сделаю рефреш, так, ну понедельник уже опустим, сразу Friday 21, ну пускай будут все, все новости, неважно мы опустим, вчера кстати выходил ВВП Китая, собственно ничего не изменилось, изменилось 6,9, да по-моему было, как и ожидали, и в этот раз не получилось с Китая начать коррекцию, часто бывает так, что Китай влияет на коррекцию на всех рынках, ну вот сегодня британские инфляционные данные, где же они, где же они, сегодня был, да, уровень инфляции, вот он, 2,6, ожидали, видите, 2,9, ничего важного, Z и W, не считаю, что он важный, ну вот американские инфляционные данные, хоть и не самый, не первого ряда важности у этих данных, экспортные цены, экспортные цены, импортные цены, годовом исчислении, вот импортные выросли, хотя в прошлый раз росли еще сильнее, ну не было никаких сюрпризов по инфляции, размещение было 52-х недельных векселей, то есть годовые бумаги, доходность немножечко упала, связанная, конечно, с ФРС, завтра, что у нас будет самое-самое важное, ну строительство домов сейчас, наверное, не сильно актуально, разрешение на строительство домов, вот, по нефти, прошлое снижение очень сильным было, 7,5 миллионов, 7,5 миллионов баррелей снижения за неделю, да, и все, да, те, кто торгует нефтью, завтра мы что-то узнаем, четверг у нас ЕЦБ, самое важное, давайте о евро пару слов, я поставил ордер близко к 1,17, сэл, если, конечно, туда дойдет, но я поставил не по трейдингу, да, этот ордер, у меня просто клиент закинул, так скажем, какую-то сумму, конвертировал, ну, то есть он в евро закинул, а я там в долларах торгую, на биржах Чикаго, Нью-Йорк, опционах, поэтому мне теперь нужно конвертировать, я часть конвертировал, и вот осталась часть, 25 тысяч, я поставил ордер, отменять на 1,16, 90, по-моему, сейчас точно посмотрю, на 1,16, да, 90, вот там я поставил ордер, надеюсь, на заседание завтра мы можем уйти, а нет, я поменяю по любому текущему курсу, что происходит с евро, ну, и пятница ничего важного нет, самое важное будет в четверг, вот, все, что нужно знать об этой неделе для трейдеров валютой, в четверг будет ЕЦБ, скорее всего, сейчас, секундочку, вот у нас евро, видите, на уикле пробили все вообще возможные уровни сопротивления, переключаю, уровни сопротивления, пробили вот какой-то канал, можно сказать, и обратите внимание, насколько мы выросли за полгода, с 1,03, там, с копейками, до 1,15, если будет 1,17, там, с чем-то, это почти 1500 пунктов, да, достаточно много, так что, вот, мне кажется, рост евро, ну, не сильно, не сильно обусловлен какими-то важными процессами и факторами, по крайней мере, в каре у нас же евро и доллар, по крайней мере, с европейской части, с европейской стороны, нет никаких предпосылок, чтобы евро так дорожал, а вот с долларовой, по долларовой части есть проблемы, это и Трамп, и всякие скандалы, хотя на фондовый рынок он не влияет, но вот на стоимость валюты влияет, и вообще ФРС просто успокоился, очень сильно успокоился, и вы знаете, даже рост ставки в конце года, в декабре, вот мы все время говорили, что в конце года повысят ставку, обязательно, рост ставки в декабре, он не факт, далеко не факт, у него вероятность 50%, сейчас я открою, здесь есть в трейдинге, точнее, я переключу сначала, вот сюда, зашел на CMA Group.com, здесь в трейдинге находим Interest Rates, вот здесь, и сразу заходим вот сюда, FedWatch, это инструмент, показывающий вероятность того, насколько повысит ставку, вот ждем загрузки, вот она загрузка, 97%, что 26 июля, через неделю, не повысят ставку, оставят на месте, 100% практически, а вот конец года, 13 декабря, 52,7% вероятность сохранения ставки, и все остальное повышение, то есть меньше 50, 42 повышение один раз, и 4,3 повышение два раза, то есть где-то там, в сентябре и в декабре, в ноябре и в декабре, не важно, но два раза маленькая, но в итоге все равно меньше 50, 50%, вот так, то есть ФРС никаких интриг нам не даст, потому что от него, не потому что, а рынки от него, по крайней мере, этого не ждут, вот поэтому, видимо, доллар, еще одна причина, доллар не растет, тогда вы скажете, что с фунтом, давайте посмотрим, с фунтом то же самое ли, да, то же самое, фунт тоже на максимумах, правда, не так сильно, возможно, здесь какие-то другие факторы повлияли, но если взять пост-брекзит, то, что было, вот в сентябре, ну, не пост-брекзит, а намного позже даже, то, что было в сентябре, там, 16-го года, даже не минимум, а вот 1,20, то сейчас 1,30, а фунт все-таки не так вырос, тысяч пунктов, потому что, видимо, мешают какие-то политические моменты, но если брать фундаментально, у фунта куда больше причин расти, если бы не политика, если бы не выборы, то фунт по инфляционным показателям очень даже номер один кандидат и на повышение ставки, и на рост. Вопросы, зона разворота, вот так, окей, понятно, Андрей пишет, что взлетели резко акции Яндекса на слиянии с Убером, да, это было тоже несколько дней назад, по-моему, прошлую пятницу, я пытался даже колы продать, я не считаю, что акции Яндекс недооценены после этого события, потому что, обратите внимание, у них прибыль, которая приходится на Яндекс.Такси, ну, она мизерная на фоне всей остальной прибыли, я вот по индустриям, по секторам смотрел, сколько с чего зарабатывает Яндекс, прямо у них на официальном сайте это есть, в общем-то, там копейки какие-то с такси, ну, на фоне всего остального, копейки с такси, ну, допустим, вырастет в два раза на слиянии, значит, не значит, что акции должны подорожать на десяток-другой процент. Ну, окей, ну, уж тем более, если они собираются в Россию внедрять, то будет это не скоро, мне кажется. Так, кто еще пишет? Алекс пишет, что если евро покупают, значит, его куда-то девают, куда-то вкладывают, а куда? Ну, сложный вопрос, с одной стороны, да, если идет поток покупки в евро, есть версия, что, допустим, это нужно для покупки облигаций в евро, но мы так точно не сможем определить, куда они идут, для чего они, может просто конвертация, может просто евро держится на балансе банков, это сложно узнать, может быть, есть какие-то глобальные ресурсы, показывающие приток-отток, но вот куда именно идут эти евро, купленные на доллары, мы не знаем. Ну, и Максим пишет, что они демпингуют, насколько мне известно, позже посмотрим проект молодой. Если речь об Uber, да, они несут убытки огромные, каждому водителю они приплачивают сверху, то есть по сути услуга в минус, а Яндекс, про Яндекс не скажу, а Uber точно демпингует и точно несет, 2 миллиарда был последний раз убыток у них. Яндекс тоже, да, доплачивает. Ну вот такой рынок, сейчас все пытаются на нем держаться, завоевать какие-то позиции, ну, кому удастся, кому нет, покажет время. Хорошо, мы потихоньку заканчиваем наш вебинар, он обычно как раз о текущей ситуации, о том, о всем понемногу, чтобы трейдеры немножко от своих экранов, от экранов и мониторов отошли, послушали альтернативное мнение, пообщались в чате, да, друг с другом со мной, я как посредник могу читать вопросы, и вы можете, ну, вы тоже видите чат, да, вы видите чат, можете тоже дискуссировать. Что хотелось бы еще сказать, у нас, сейчас я точно убежусь, потому что я уже который раз объявляю, а потом выясняется, что нет, переносится. Я зайду на сайт Адмирал и посмотрю, какой вебинар следующий. Вот, наконец-то он появился, я даже уже ссылку давал на этот вебинар на сайте вебинару 20 июля, то есть, послезавтра, в четверг, а у нас будет вебинар по парному трейдингу. Вот, я вам сразу дам ссылку, заходите, регистрируйтесь. Это будет, будет очень интересный вебинар, я более чем уверен в этом, это будет нечто новое для части из вас, не могу сказать для всех, потому что тут есть слушатели из Риги, они были уже на реальном семинаре и на курсе были. На этом вебинаре мы разберем вот эти две стратегии, маркет нейтральную стратегию, более долгосрочную и краткосрочную, это парный трейдинг, очень интересная вещь, я вот в последнее время тоже стал увлекаться этой штукой, и, ну, вижу в этом потенциал в том смысле, что если грамотно, грамотно контролировать риски, грамотно распределять нужные ресурсы, выделять и пары, и корреляции находить, все делать прям по методичке, то, скорее всего, есть большой шанс при наличии крепких нервов что-то заработать. Вот обо всем это мы поговорим уже в четверг, ну, и дальше будет курс, он не платный, нет, какие условия Адмирал выставит для того, чтобы люди записались на курс, я не знаю, может, какие-то там размеры депозита или еще что-то, это не ко мне, но курс будет, уже и программа готова, все зависит от Адмирала, когда мы его, он будет вебинар, естественно, можно участвовать в посидио своего компьютера, я раньше опасался вебинаров, именно курсов, да, но вот несколько штук провел, и оказалось, что это даже очень эффективно, можно рисовать, так же, как на доске рисовать, можно и говорить в микрофон, все будут видеть и слышать. Алекс, что рассказать о Семи Группе? Это биржа, Семи Групп, это Chicago Mercantile Exchange, где торгуются, вот, ряд инструментов, фьючерсов, акционов, вот он, Семи Групп, не знаю даже, что рассказать, вот инструменты, которые тут торгуются, видите, сельскохозяйственные, там, пшеница, кукуруза, Energy, разные энергетические продукты, всякие индексы на акции, ну, фьючерсы на валюту и опционы на валюту, процентные ставки, то есть фьючерсы на процентные ставки, металлы, options, вот есть на разные, и OTC market есть, over the counter, вне биржевой, даже погода торгуется, фьючерсы на погоду, и REIT, это Real Estate Investment Trust, фонды на недвижимость, то есть очень много всего торгуется на Чикагской бирже, я не знаю, что про него рассказать, да и времени у нас очень мало, а, клининговая палата, ну, я просто общую схему знаю, что, вот, бытует мнение, очень неправильное, что, ну, я закрыл уже, Владимир, на сайте Семи есть, вы все можете это видеть, бытует мнение, что, например, на опционах, если вы покупаете, то продает вам клининговая палата, на одном форуме, на смарт-лабе, какая-то девушка из России, этот бред распространяла, были большие споры, действительно, это бред, клининговая палата, просто занимается взаиморасчетами, между продавцами и покупателями, то есть это делает не биржа, а делает клининговая палата, вот, если с вас взяли залог, я продал, кто-то купил, с меня брокер снял залог, за то, что я продавец опционов, или фьючерсы, не важно, фьючерс на нефть, 4500, залог с меня сняли, и с покупателя сняли залог, собственно, эти залоги регулируются клининговой компанией, она в итоге конечный ответчик, и перед продавцом, и перед покупателем, просто мы видим брокера, клининговая палата берет, уже через биржу, через этих брокеров, у них залоги, за эти сделки, брокер же посредник, он меня взял, и там же оставил, не знаю, брокер может дополнительный залог вводить, увеличивать его, но уменьшать точно он не будет, потому что клининговая палата будет просить, то есть клининговая палата, это часть биржи, но не формально, не юридически, она может быть вообще другим юридицом, да, у чекахской биржи своя, опционы продаю, например, я, да кто угодно опционы может продавать, клининговая палата тут вообще ни при чем, ее задача взять залог, я продаю, кто-то покупает, это бит, аск, висит на бирже, никто не является, кстати, поставщиком этих опционов, продавцом, да, завела биржа инструмент, допустим, 170 кол на акции Apple, я считаю, что не дойдет до 70, продаю этот кол, кто-то считает, что дойдет и уйдет выше, покупаю этот кол, с меня списали залог, он с покупателя не списывает, что ему он заплатил деньги, и все, и дальше задача брокера, меня контролировать, и точно так же, в клининговой палате, и залоги меняются у брокера, то есть продают опционы, такие же участники рынка, или маркетвейкеры, в данном случае, они могут, например, покрывать другие свои позиции, продавленными или купленными опционами, да, продавец опциона, вот спрашивает Алекс, продавец опциона, имеет ли он неограниченный риск, можно любому продавать, ну, что значит любому, я не понял, а у продавца кол опциона, то есть вверх, неограниченный риск, у продавца путь опциона, риск ограничен нулем, например, бумага стоит 50, вы продали 40-ой путь, что ниже 40 не уйдет, а если уйдет, до нуля же уйдет, больше не уйдет, значит, с каждой бумаги вы несете риск 40 долларов, если продали 10 контрактов, то есть на 1000 акций, один контракт, 100 акций, то вы несете риск 40 тысяч, все, 50 потерять на этом невозможно, нет ограничений, кола может лететь сколько угодно вверх. Любой, у кого достаточно средств, и кого брокер допустил к продаже кола, потому что продавать колу, это немножечко было рискованно, как я говорил только что, там риск неограниченный, поэтому некоторые брокеры задают вопросы, задачники, не допускают сразу новичка к продаже кола. Покупка, да, покупка может быть, то есть если я продаю, то на другой стороне покупатель, он даже может быть новичком, да, собственно, Анна права, покупать может любой, у кого достаточно средств, потому что покупка кола не является рискованной, вы уже потратили. Давайте так, а, вы же есть у нас в группе, вот скайп, пишите сюда, все, кто интересуется, вообще рынком, там вот такие вот вопросы, и по опционам, я так как опционный трейдер, вообще абсолютно любые другие вопросы, пишите мне, пишите, что хотите добавиться в группу, надеюсь, у нас вот уже 20 человек, еще чуть-чуть, и будет такая хорошая масса, мы сможем обсуждать, будут разные люди, кто-то учится, кто-то отвечает, вот сейчас, например, Анна ответила на вопрос Алекса, вот уже хорошо, то есть, один участник отвечает на вопрос, другого. Отлично, я закрываю наш вебинар, он уже час, да, у нас идет, подвожу, уже подвел итоги, жду вас всех в четверг, на вебинаре по парному трейдингу, будет интересно, для многих это, как я сказал, новый вид трейдинга, вот, узнаете о нем, и, собственно, дальше, наверное, будет курс, после этого вебинара. Вот, Алекс пишет, что у меня может не хватить времени, но пока что хватает, как вы знаете, я сейчас в Испании, и буду до осени находиться здесь, вот, на что времени не хватает, это на море, например, сегодня рынок хорошо открылся, Netflix и все остальное, я даже не смог сходить, но вот сейчас я собирался сходить в ближайший город и снять там закат, не знаю, получится или нет, по времени, потому что закат уже скоро, в 21.20 по испанскому времени, а время уже 20.37, а я еще сижу на вебинаре, но если нет, то завтра. И вот, вот мой блог, я, правда, его давно начал уже вам показывать, а контент только сейчас начал заполнять, всего один пост в пятницу, прошлую, 7 июля, и вот второй сегодня, надеюсь, напишу, наконец напишу. Хочу эту привычку ввести, но пока не получается. Вот сайт, где я буду писать, рынки, о экономике, путешествиях, как я, вот вчера я был в очень интересном городе, Тоса-де-Мар, шикарнейший город, жемчужина Коста-Браво, есть несколько постов, кто хочет, подписывайтесь в Инстаграм, Инстаграм вот такой у меня, там можете видеть фотографии, вот, надеюсь, в ближайшее время, за все это лето, я собираюсь увеличить контентную часть, и делать ее очень интересным, чисто некоммерчески, абсолютно для себя, для людей, которые вот интересуются, для людей, которым это может быть интересно, рынки, путешествия, и все остальное. Всем спасибо, жду вас в четверг, время там написано, да, наверное, в это же время. Да, всем до связи, здоровья, профита, и сильно не рискуйте, потому что рынки не закроют, никуда они не убегут, оставайтесь всегда на рынке. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok